Мультфильмы любят смотреть и взрослые, и дети. А теперь подумайте, как делают мультики. Процесс сложный и кропотливый. Об этом с уверенностью могут сказать ребята из мультстудии МИК-студио детского клуба «Чайка» Центра «Ровесник». 38 юных мультипликаторов постигают такое непростое, но интересное дело, как создание мультфильмов. И это новое для Балакова творческое направление набирает обороты. Идея создания этой мультстудии зародилась вообще три года назад. То есть мы просто летом с ребятами, с вожатами решили попробовать снять мультфильм. И отправили этот мультфильм на кино вертикаль. И так получилось, что наш мультфильм занял призрительских симпатий. Чтобы появился даже маленький двухминутный мультфильм, нужно хорошо потрудиться. Сначала разработать идею, подготовить сценарий, героев и декорации. А затем уже можно переходить к съемке, озвучке, монтажу. И вот, герои мультфильма оживают на глазах. Ну это так приятно делать, так интересно. Еще показывать это, смотреть тоже интересно. Начинаются занятия мультфильм у ребят необычно, в игровой форме. Это развивает креативность и актерское мастерство, которые и так необходимы мультипликаторам. Чтобы оживить персонажа, нужно понять, что он чувствует, какие эмоции испытывает. То есть мы иногда проводим упражнения, например, там персонаж должен испугаться по сюжету. То есть нужно обыграть это, а ребенок не понимает, как это изобразить. Сейчас ребята готовят два новых мультфильма. Один про микробов, а другой про елочку, которая впервые увидела снег. В ход идут любые подручные средства. Вата, бумага, палочки, пластилин. Мультстудия дети и рисуют, и лепят, и квиллингом занимаются. Каждый раскрывает творческие способности по-своему. А теперь, благодаря новому оборудованию мальчишкам и девчонкам, стало намного легче создавать мультфильмы. Ее нельзя было назвать полноценной мультстудией, потому что не хватало оборудования. Они выходили из ситуации, создавали мультфильмы с подручными средствами. Мы мечтали сделать ее более современной, технологичной. В конце 2020 года нам помогли оснастить ее, сделать более современной руководство атомной станции. Лично Басов Виктор Иванович и президент фонда «Достояние» Бренова Ирина Владимировна. За плечами в мультстудии уже более 50 ярких мультиков. Но самое ценное то, что сделано не своими руками. А вот ребята постарше на новых компьютерах уже освоили навыки монтажа. И теперь полностью создают мультфильмы сами. Сейчас я нахожусь на последней стадии создания мультфильма на монтаже. Как я считаю, это самая сложная часть. Награды на полках говорят о трудолюбии как детей, так и руководителей. Ребята – активные участники фестиваля конкурса детского и юношеского кино «Киневертикаль» и международного детского кинофестиваля «Кинема Китс». Молоковские мультики признают лучшими. А все потому, что сделаны они с энтузиазмом. И дальше в мультстудии большие планы. Кто знает, может и кино начнут снимать. В планах на будущее производить ролики, сделать детское телевидение. Мультфильм – это целое искусство. И ребята признаются, на его создание нужна не одна неделя, а целый месяц. Но юные мультипликаторы в деле. На подходе премьеры, которые точно поднимут настроение зрителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова